Гулял как-то чёрт по одной римской деревушке. И что-то взбрело ему в голову, решил он устроить лютое мясо, убивая всех, кого только можно. Не знамо зачем, но так просто надо было. Так, убиваем всех, кто убегает. Плюс ещё пришли наконец-таки его войска, которые сейчас в этом плане безусловно помогут. А, вон эти ребятки уже, уже подходят. Вопрос в другом, где же ополчение данной деревушки? Оно тоже должно подойти, так сказать, на звуки битвы, и должно как-то боль-моль сопротивляться. Но где же оно? Где же оно? О, какой-то плебейка. Умри, глупой женщин. О, ополчение прибыло, вот, это уже интересно. Так, войска мои где-то здесь. Где же ополченцы? Надо их найти и прибить. Так, или они где-то в этой стороне? Давайте посмотрим. Я просто пока ополченцев здесь что-то не вижу. Но где-то они есть. Видимо там же, где и мои войска. Где-то вон там бодаются, пёс знает. Потому что разница я пока... А, вот ополченцы. Вот мои войска какие-то. Именно что, какие-то. Ну да, ополченцы есть. Мы их видим. Это хорошо. Так, пацаны с вилками, давайте вы не будете пытаться мне угрожать, потому что это смешно. Ополченцев, насколько я помню, было довольно немного в деревне. То есть человек 14. Выбрана была, так сказать, стратегически именно эта деревня, потому что она всё-таки... Ой! Так, подождите-ка, а как? Типа я убил своего, но таких... Что-то я не помню, чтобы такие скауты были. Оу! Май, нифига себе, затыкали. Тупо затыкали. Ладно, ничего, фигня, вопрос. Продолжаем налёт. Своими силами просто уже. Без проблем. Так, иди-ка сюда, сосранец. Идём, 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 идём. Что-то... А, это они наступают. Так, я думал, они уже сваливают, потому что засцали. А, оказывается, нет. Но всё равно, как в этом переполохе смог я убить своего пацана, абсолютно непонятно. Воу-воу-воу, ты свой серпом-то не маши, страшно же. Воу-воу. Так окружили, окружили, пацана. Помянем. Не, ну нифига себе они дают. Просто толпой гасит кавалерию. Она, типа, не такая эмбовая, как в ванили. Потому что здесь что-то пехота прям очень живая такая. Активная. Вырезает эту кавалерию. Ладно, ничего. Кавалерия всё равно давит мобильностью. И здесь пехоте поставить не на что. Так, вижу ещё одного пехотинца, так сказать. Вижу парочку стрелков. Мёртвых, естественно. Вот этого вот тыкальщика долбанного. Это свои, вроде бы. Пёс его знает. Должны, вроде как, у них над головой висит какие-то баннеры. Все дела, но ничего не висит. И чёртова, по факту, знают свои или чужие. Так что здесь остаётся, по факту, только гадать, к сожалению. Выносливость ещё на исходе. Довольно печально. Ничего. Опа. Давай, стреляй. Не успел. Ну, ополчение должно уже вот-вот закончиться. То есть должно остаться буквально пара человек. Потому что убили весьма много. Так, давай-ка. Нет, ты не интересен. В тебя даже не попал. Отлично. Интересно, сколько ещё моих пацанов прибьют. Ну, под моим управлением, имею в виду. До того, как мы закончили просто сражение с жалкими ополченцами деревни. Даже не города, которые, ну, типа, могут ещё прокачиваться как-то. Именно деревенскими ополченцами. Но, видимо, здесь проблема. Банально, потому что наши ребята такие... Ну, типа, их нельзя, во-первых, направить на нужных врагов. Они сражаются ещё бонусом с гражданскими. Как это вообще получается? Не, они безусловные молодцы. А я здесь дурак. Никто не спорит. Но, блин, как ловко. Типа, одним копьём остановили, другими копьями затыкали просто-напросто. И всё, ты ничего уже не можешь сделать после первого попадания. Ноль шансов. Окружают и... Так сказать, рвут задние. Очень неприятно. Но ничего не поделаешь. Так, где враги-то? Так, вижу, вон ещё ополченец какой-то. Хотя, возможно, его уже прищучили здесь. Действительно, где ещё это их пехота? А, вот. Вот вижу какой-то тыкатель. Вот, просто взял, затыкал и всё, и до свидания. Ну, что это такое? Хитрый жук. Так, где-то они ещё остались. Нужно закончить рейтой деревни, во что бы то ни стало. Осталось только найти этих ополченцев, так называемых. Невозможно отступить, набег продолжается. Ну, понятное дело. Ну, где, где? Проблема этих набегов в том, что не помещаются абсолютно противники, и непонятно где они, и сколько их. Так, вот, видим, видим, видим. Дурачка. А, бедный, я думал, попаду. А, не попал. Ладно, убили, хорошо. Ещё кто-нибудь? Где ещё враги, если они, конечно, есть? Нужно добить всех в этой деревне. Чтоб не осталось свидетелей, так сказать. Наконец-то. Набег завершён. Получили навыки мошенничества в довольно неплохом количестве. Захватили сыр, масло, я вижу. И неужели это всё? Деревня была разграблена. То есть, это сходу было, засчиталось как разграбление, и деревня полностью уничтожена. То есть, не нужно ждать этого вот окончания рейда, как раньше, и так далее. Здесь можно тупо вот залететь и деревню как бы разграбить. Это весьма неплохо. Но всё ещё есть с этим проблемы, потому что всё это происходит крайне долго, как вы видели. То есть, по времени занимает всё это мероприятие столько же, сколько и обычный какой-нибудь рейд. Это разница лишь в том, что тебя не успеют прищучить какие-нибудь лорды. Но и лут у тебя будет, скорее всего, больше. Но всё равно, довольно опасное мероприятие, как мне кажется. Мне очень не понравилось. Я ждал что-то более интересное. Но, опять же, это чисто из-за того, что не помечались абсолютно враги. Типа, если помечались ополченцы, без бея это было бы лёгкое мероприятие. А так, пришлось, конечно, возиться со всем этим делом. Это было крайне неприятно. Так, ладно, количество людей нам, сами, нужно добить всё-таки до максимума, то есть до 22-х человек. Затем, так, аккуратненько обнаружили укрытие. Да, затем аккуратненько нужно их, опять же, прокачать до кавалерии. Так, меня здесь преследует неприятно. Прокачать до кавалерии с помощью битвы с какими-нибудь бомжами, которые, кстати, неплохие отряды такие ходят. Идеально, так сказать, для нашего текущего статуса. Караваны есть на 20 человек. Хотя, наоборот, наверное, то, что там одна кавалерия даже бонусом. Как мне кажется, потому что, будь там чисто пехота, прокачанная пехота, что маловероятно, но всё же, было бы тоже довольно жёстко. Ну, в общем, сейчас чёрту нужно оторваться от преследователей, потом забить парочку простеньких таких отрядов бандитов, и, наверное, уже пойти заниматься чем-то более интересным. То есть, опять же, искать слабые караваны, либо же зачищать укрытие. Ну что ж, давайте сразимся с небольшим отрядом гладиаторов. 14 человек. Пехоту мы использовать не будем, потому что она сейчас будет исключительно, можно сказать, абузой. То есть, пехоту мою изи затыкают и уничтожат, потому что пехотинцев всё-таки больше у врага. Но если всё-таки подрезать их изначальное количество, хотя бы человек до 10, то, мне кажется, мы без особых проблем можем ещё бонусом послать пехоту и зажать их в такие клещи. То есть, пока они будут сражаться с нашей пехотой, наши пацаны уже непосредственно на кавалерии из флангов будут налетать, топтать их и так далее. Ну, типа, тема так-то хорошая. Правда, вот этих вот основных гладиаторов, крутых шлемах, мне кажется, затыкать всё-таки стоит, пока не затыкали меня. То есть, нужно быть очень осторожным в плане пехоты, потому что чему меня и научил этот вот бой как раз-таки с ополчением в деревне, это то, что пехота тоже может быть дичайшей, опасной с РБМом. Типа, если есть какое-нибудь колющее оружие, потому что это стопроцентный стоп-кран для лошади, ну и всё. Дальше её просто топчут только в путь. Да шо ж ты не сдох-то? Сколько у них осталось людей? Девять против наших шестерых. Да, шансы есть, потому что пойдут, естественно, не все. Часть этих мудил всё-таки будет занята. Всё, подрезали вражеских пацанов. Дальше, думаю, наши и сами здесь справятся. Хотя вот, ребят, в шлемах всё-таки, ну если не убить, то покалечить точно стоит. Ну и всё, наши здесь изи добивают. Мы выигрываем, никого не теряем. Блин, к сожалению, кстати, никого и не прокачиваем, что, как по мне, очень зараза странно. Но может хоть с лутом как-то повезёт. Я, типа, прокачался один кавалерист, но это вообще не то, на что я рассчитывал. Кстати, а дальнейшая прокачка у них какая-то есть? Нет. Троечки это всё-таки максимум. Так что, скорее всего, с элитной римской пехотой и близкой вообще не тягаться, к сожалению. Легендарные башмаки, которые полный шлак ещё найти умудрился. Накидку покруче, типа, из шкуры волка, судя по всему. Тоже неплохо. Но, в основном, к сожалению, мусор. Я надеялся найти крутой щит, может быть, крутой меч, может, что-нибудь ещё. Но, к сожалению, всего этого не произошло. Что ж, ладно. Беспорядки вот-вот уже закончатся, и мы изи от врага нашего сбежим. Всё-таки я постараюсь сейчас найти какой-нибудь небольшой караванчик, который теоретически можно расчехлить, но и в процессе убивая бандитов. Если нам повезёт, то будет очень круто раздавить караван и получить реально кучу лута. На тысяч пять обычно бывает там лута. Было бы круто. Если нет, то всё-таки пойдём, почистим какие-нибудь укрытия, и, может быть, там найдём какой-то более-менее интересный лут, чем то, что сейчас есть у чёрта на вооружении. Нашёл тут чёрт один небольшой караван. И решил он, что будет пытаться его захватить. Не знаю, что из этого, конечно, получится. Весьма странная инициатива. Ну, в плане шансы этой инициативы весьма туманны, если быть честным. Но всё-таки попробовать хочется. Тем более, что численность этих караванщиков как раз такая же, как у чёрта. Догнать их действительно повезло, потому что скорость у них была всё-таки немного повыше на целую 0.1. Но, тем не менее, догнать всё-таки получилось благодаря, скажем так, небольшой хитрожопости. Но это самое главное, что караван всё-таки догнали, и сейчас постараемся его разнести. Я пытался для начала с ними поторговать, чтобы посмотреть, что у них за добыча. У них была какая-то прям супер-пупер лошадь за 13 тысяч или что-то в этом роде. То есть какая-то ультраблагородная лошадь. Я таких вообще не видел. Не особо я понял, это ванильная лошадь или всё-таки лошадь, добавленная римским модом. Но, на самом деле, и не суть важна, потому что, ну, лошадь действительно офигительная просто. И я хочу эту лошадь. Да, конечно, пользоваться ей пока нельзя. Но взять её, скажем так, себе на будущее, ну или банально продать. Это же какие финансы вообще принесёт? Какая перспектива, я бы сказал? Так я не понял. Челик, ты на что рассчитываешь? Типа на лёгкую смерть? Не надо. Её не будет. Так, всю пехоту вроде как мы вынесли, осталась лишь кавалерия, как я вижу. Ну, здесь, конечно, уже, да, придётся повозиться. Ну и плюс надо ещё понять, где свои, где чужие. Тоже битва будет, мягко говоря, не из лёгких. Но, ну и догнать их, кстати, сложно будет, потому что лошадь-то всё-таки у нас говёненькая. Не, ну да ладно, на самом деле можно бить им по лошадям, если мы с ними стукнемся, типа, будем налетать один на другого. Можно просто выбивать им лошадей. Но, опять же, пока, как мы видим, они показывают себя очень-очень неплохо, потому что какое-то количество моих людей они уже забили. Ну, ай! Да, провтыкал, как говорится. Но теперь им, на самом деле, с ещё большей вероятностью конец, потому что сейчас на хорошей лошади будут, управляя персонажем с хорошей бронёй. Типа они сами себе подгадили, на самом деле. Так бы я их довольно долго убивал, а сейчас, ну, блин, делся на металл какую-нибудь или чё. Может, хоть по лошади попаду? Вообще ноль. Тупо ноль. Как-то они ещё в построении устроились. На какой-то чёрт, я бы сказал. Абсолютно непонятно. Кстати, да, возможно, рыцарским ударом меня и прибили по итогу. Ну, потому что смерть была мгновенная, одним ударом и всё такое. Скорее всего, именно так меня и забили. Потому что удар был очень хорош. Блин, ну эти ребятки, конечно, заставят меня здесь прикручать. Курик, безусловно. Ну, а чего я ожидал, блин, от каравана? В конце концов, караван это жёстко. Здесь жёсткие сражения. Кстати, вон, вижу одного бедного пехотинца. Надо его выбить, чтобы он никому абсолютно не мешал. Здесь он сейчас не попытается меня скинуть с лошади, потому что шансы у него были бы, поверьте мне. А так повезло. Жаль, конечно, мою пехоту, бедную, которая ни черта абсолютно сделать не может, догнать никого не может, абсолютно бесполезно. Я считаю, что здесь только пушечным мясом есть здесь выступать. К сожалению. Но не успел я всех прокачать до данного сражения. Так что, ну, имеем то, что имеем, скажем так. К сожалению. Так, хорошо. Их осталось сколько? 10 человек. Насталось 14. Но, правда, 5 из них, это всё-таки пехота, которая, скорее всего, нифига сделать не сможет. Увы и ах. Ну, пока так. Вариантов здесь особо не дофига. Надеемся всё-таки на пехоту. Что она чё-нибудь, как бы, намутит здесь. Врагов поубивает и так далее. Блин, гоня... Нифига себе, там ещё одного мы его выбили. К чёрту. Ещё одного мы выбили теперь. Ну ладно. Пока вроде более-менее ровно идём. Ну да, потери будут существенные. Придётся мне серьёзно затратиться на то, чтобы снова набить, скажем так, себе кавалерии. Я вот начинаю подумывать действительно о том, почему бы мне всё-таки не сделать себе смешанные войска отчасти. Ну, типа, взять римскую пехоту, потому что я перед данной серией пробовал катать, скажем так, в кастомные бои отчасти. И я проверял. Римская пехота топовая. Только вот я не помню, это были элитники или просто из стандартной ветки. Максимально прокачанные ребята, не суть важна. То есть чуваки в очень крутой броне римской, им вообще на лошадей было по барабану. Лошади им практически ничего не делали. Метательное оружие от них буквально отлетали. То есть наносили там 5-7 урона. И такие, типа, всё, наша полномочия, всё, я здесь закончил. И, типа, они настолько чудовищно не сбалансированы, вернее, наоборот, дисбалансные. Как раз-таки в этом моде. Что я начинаю подумывать о том, чтобы, ну, почему бы их себе не взять, не пойти на каких-нибудь там, ну, на другую фракцию, типа драйков, ну, где, это, ванильная вландия. И тупо там их, бить их слабых лордов. Благодаря вот этим вот римским пацанам, блин, ты свой, я его тут долблю. Сто вражины у меня уже в спине, скажем так. Тоже свои. А вот это уже враги. Хорошо. Что ты меня преследуешь, я не понимаю. Я тут, как бы, охотник, а ты моя добыча. Так, ну, выбей ты его. А, господи. Эти идиоты с рыцарским ударами творят какую-то лютую дичь. Ну, в принципе, я, на самом деле, делаю не особо больше, потому что тоже туда-сюда огоняю. Ничего толком не делаю. Иногда просто напарываюсь на противника и выбиваю его. Но это, опять же, если повезло. То есть, не повезло, то не выбиваю. Это вроде бы свой, но нет, не свой. И это тоже не свои. Не, надо все-таки по лошадям им бить, потому что гоняться за ними надоело. Да и мои что-то такие, типа, нафиг оно надо. Да уж, жесть, я не знаю, а, ну, 6 минут эта битва длится. 6. Сильно. Пацаны, я же вам атаку выбил, но почему вы не реагируете заранее на приближение противника? Это же идиотизм, не так ли? Эта лошадь заглохнет. 50, сотку нанес, 130 этой лошади. Кажется, он паникует. Оно паникует! Так, давай твоей лошади устроим праздник, если догоним ее, конечно. Айсуси, дождь, это вечно будет продолжаться. Так, разворот, минус лошадь, разворот, минус... А, да, не минус лошадь, ладно, минус я. И песенка моя. Ну так хоть пехотинцы будут как-то пополезней. Типа, можно их направить, и вот этих одиночек пусть вырезают. А я пока буду их оставлять просто без лошадей. Ну, стараться, по крайней мере. Все, пехота пошла заниматься своим делом. Блин, опять чуть не проморгала, не получил, похлебала. Что-то я люблю рассуждать и немножечко отвлекаться от боевых событий. Именно так первого перса я потерял, ну, черт который. Что, они там пешку забили? О, видите, изи. Пешки для них это вообще фигня. Так, вот, хороший шанс. Так, это свой. Угу, шанс. Разбежался. Ну, мы почти закончили. Четыре человека всего лишь осталось. Совсем, шу-шуточку. И мы закончим это мероприятие. Ну, в общем, закончили мы эту битву. Остался один чувак, который, скорее всего, сейчас убежит. Мне тупо скорости не хватает этого засранца догнать. И по итогу, да, много человек прокачалось. Но восемь человек я потерял. Ну, это как раз-таки у нас кавалерия, к сожалению. Зато пехотинцев вообще не потерял. Да и у меня, в принципе, лошадей нет, чтобы этих пехотинцев сейчас прокачивать. Так что фиг с ними. Так, получил как раз-таки охранники каравана круче, чем обычная кавалерия. Ну, видимо, мы их берем. Видимо, мы их берем себе в плен, чтобы переманить, потому что, ну, типа, круто это. Только римские ребята будут покруче. Но римских ребят, сами понимаете, еще обучить надо и так далее, и так далее. Итак, наконец-таки добыча. Что же мы с вами добыли с целого каравана? Во-первых, офигительный просто шлем. Офигительный доспех. Наконец-таки упряжка появилась полноценная у лошади. Вот, вот, на такой лут я и рассчитывал с каравана. Благо, я их догнал. Потому что здесь прям кайфы. Так, хорошая лошадь, может быть, ну, покруче вьючная, типа, а, у меня вообще не вьючная, у меня верховая какая-то там. Крутой лошади, которую я видел при торговле, здесь, к сожалению, тоже нету. По доспехам я, видимо, самые топовые доспехи забрал. Есть еще какой-то более-менее неплохой лук, но он для пехотинцев. Так, копия здесь тоже фигня, щит не особо впечатляет. Меч один в один, кстати, как мой, то есть стоит он весьма-весьма прилично. Так, длина 75, длина сотка, ну, этот получше, но, в принципе, фиг с ним. Ну, и по добыче обычной у нас здесь дофигища просто еды, которую нужно кому-то впарить. И, на самом деле, наилучший вариант вот вообще весь этот лут впарить нам с вами, это найти другой караван. Типа, вообще без вариантов это нужно найти другой караван, потому что только он сможет принять такое количество добычи. Проблема в том, что мы с вами двигаемся очень медленно из-за перегрузки, из-за беспорядков, из-за снега, леса, в общем, полный фарш. А за нами здесь между тем бежит Бренок, мистер Бренок. Типа, он хочет меня порвать, все у меня забрать, то есть, мне кажется, даже из-за беспорядков я тупо не вывезу. Так что, ну, во-первых, конечно же, нужно выбросить кучу еды, к сожалению. Стада у нас вроде бы пока нету, такого дебафа, так что фиг с ним. Выбрасываем рыбу в большом таком объеме. Вбрасываем это мероприятие. Блин, ну, избавляться от хавчика самый верный признак. Так, 2.6, уже на скорость похоже. Пленники, беспорядки, лес, да, не фонтан. Хавчик мы выкинули, окей. В отряде теперь можем ли мы что, лошадей мне не дали? А, мне дали лошадей, но не тех, поэтому этого недостаточно. Блин, да ладно, я не поверю, что мы вообще свалить здесь не сможем. 4-4, речь, а почему у него такая большая скорость, а у нас такая маленькая? Неужели это все из-за беспорядков, которые дают минус 2, плюс еще лес дает какие-то там дебафчики? Да, видимо так. Других вариантов я не вижу. Типа я надеялся, а, ну, кстати, сбежать можно. 10 человек я пожертвую, но я сбегу. И большую часть лута все-таки у меня останется. А беспорядки будут уже у этого пса. Давайте посмотрим, что мне здесь вообще оставили. На самом деле, довольно приличную часть куша. Так что, в принципе, мы с вами в плюсах. Но опять же, нужно искать караван, на котором мы все это продадим, плюс надо как-то избегать вот всяких таких лордов, которых здесь, как видим, тык-тык-тык-тык-тык, один за одним. Но добыча получилась, безусловно, очень-очень славной. Серьезно, из-за пленников я сейчас убежать не могу, скорее всего. Хотя пленники, что они там дают? Перегон скота 37. Понял. Так, избавляемся от скота тоже, к сожалению. Избавились от скота? 5.47. Кстати, вот ее бы я оставил. 5.5, 5.2. Все. От скота избавились, я уже типа мастер скорости. Но это жесть, просто в 4 лорда меня сейчас хотят расчехлить, это жестко. Благо скорость позволяет все-таки от них удрать на какое-то время, на какое-то расстояние. Но был я очень близок к тому, чтобы здесь облажаться. Вот, кстати, и караван, который мне нужен. Я все правильно сейчас делаю. Так, поторговать. Вот. Здесь я могу взять себе трех крутых скакунов. которыми мы, естественно, будем пользоваться. Так, это я продаю, 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 все продаю. Теперь продаю, естественно, лут. То есть, как видим, денег у них дофига, я могу все это им сбагрить. То есть, как минимум, даже если сейчас меня прищучат, и я продую, я как минимум получу денег, и, типа, ну, с голой задницы как минимум не останусь. Вот про что я говорил. Отлично. Получили мы за это мероприятие 3 тысячи. Прощай. Теперь заходим, блин, я потерял пехотинцев, которых нужно было лучше. Я думал, сейчас улучшу пехоту, и вообще заживу просто как в сказке. К сожалению, нет. Придется сейчас мне как-то здесь сваливать. Сваливать будет очень непросто, конечно, потому что лордов дофига, но, благо, опять же, разница в скорости все-таки дает о себе знать, и шансы мои удрать весьма велики. Ну что ж, набрался снова отряд, но это все еще у нас с вами чисто пехота, новобранцы и так далее. Так что для того, чтобы их прокачать как можно быстрее, как можно удобней, я решил всех этих ребят все-таки повезти с собой в укрытие, чтобы они мне помогли его зачистить. То есть, мне кажется, так будет наиболее эффективно, вся пехота будет сражаться, она будет подвержена наименьшему риску, потому что бандиты стоят в основном по одному, по два, ну а наши ребятки будут нападать толпой, поэтому шанс прокачаться у них будет значительно выше, ну и плюс у меня уже заранее есть парочка лошадей, как помним, которые в случае чего сделают из этих парней кавалерию. Главное, чтобы не было дезорганизованности, конечно, я оторвался от некоторых преследователей, которые шли за мной в плане лордов, но все равно, если будет дезорганизованность, велик шанс того, что они все-таки меня догонят, ну и это будет, естественно, очень неприятно. Не хотелось бы, короче говоря. Так, вот одного мы с вами уже до кавалерии, считайте, что прокачали. Прям мега-мега молодцы. А, ну, кстати, да, мне еще бонусом интересно, что же все-таки выпадет у нас с вами непосредственно, ну, после зачистки этого логова. Давно я их не зачищал, мне интересно, блин, слушайте, прям отлично уже чертубас наш с вами выглядит. Весьма-весьма неплохо, мне нравится. Так, металки же есть, да, давайте-ка испробуем. Серьезно? Вот так вот. Он мне тут ничего не успеет уже. Успел. Я, так сказать, переоценил своим возможностям, к сожалению, так. Осталось, кстати говоря, еще шестеро, плюс еще битва с боссом, то есть здесь их сразу что, трое получается? Да, жестко и неожиданно. Сейчас они еще с фланга напихать могут, свои металки долбанные. Ну, давай, рискни, пес. Не понравилось? А что такое? А что с лицом? Сейчас вам напихают за щеку, я подожду. Так, еще одного затыкайте. Молодчинки. Так, четверо уже прокачалось, то есть 4 пехотинца, у меня сейчас изи вообще станет кавалеристами. Плюс, кстати, те пленники, которые у меня оставались, я тоже двоих из трех уже нанял, которые вот более-менее как бы, ну, по левелу, по крайней мере, крутые чуваки из каравана, что весьма неплохо. Так, два человека, кстати, осталось. Одного я здесь вижу, да, где второй? Неужели там, где-то вдали, до него придется еще топать, что как бы крайне неприятно на самом деле. А че я в уроны наношу? А, он амально, амально. Ладно, остался последний. Что ж, давайте немножечко, так сказать, ускорим этот процесс, кстати. Не знал, что именно эта кнопка отвечает за то, чтобы убрать оружие в ножны. Прикольненько. Ну да ладно. Покажешь нам класс. Собака, показал. Убил чувака. Под самый конец, когда это уже, ну, вообще не в кайф, как бы он взял его и убил, зараза. Не ожидал. О, парень с двуручем. Слушайте, я как раз-таки в этом прохождении хотел играть с двуручем изначально, даже пару талантов талантовкину. Было бы неплохо забрать себе двуручем. Иметь его в виду, иметь его у себя. На самом деле, неплохо было бы, да, дать моим пацанам, конечно, здесь сразиться, толпа на толпу, это было бы очень неплохо. Но я все-таки надеялся, что, ну, вообще не хотел их задницами рисковать. Ну, а здесь можно побить его таким образом, чтобы у него просто меч выпал. Надеюсь, я по крайней мере на это. Что у него просто из рук выпадет, как обычно бывает в дуэлях со мной. короче, парень. Промазал. Чудо какое-то. Давай. Сдавайся. Зараза. Сложная дуэль. Вот. О, урон даже нанес. Хорошо. Ой, промазал. Ошибка. Роковая. Это двуручь, не забываем. Имс. Против него сложнее защищаться. О, новый уровень даже получил за эти блокирования. Но я и урон получаю, если вы не заметили. Неужто я продую эту дуэль тупо из-за того, что у меня щит сдох? Ну, блин, какой он сложный соперник. Вообще не пропускал. Жесть. Убил. Еле как. Видимо, он тоже получал урон. Да, вот здесь пишет, оказывается, в углу. Но я не обращал внимания. Но это была очень жесткая дуэль. Но 5 кавалеристов бонусом у меня еще будет. Это отлично. Если, конечно, я найду еще парочку лошадей, само собой. Так, у меня сейчас хватает на троих. Ну да. Нужно еще одну лошадь найти и будет бонусный кавалерист. Итак, посмотрим. Получили весьма крутой доспех. Это, кстати, был одноручный топор. Об че-то досил... Нет, это не он. Точно не он. Потому что, ну, это какое-то фуфло по сравнению с тем, что было у того типа, который мне чуть голову не отвинтил. Ну да ладно. Все равно. Получили довольно неплохой лут, который можно будет продать и получить одну-две тысячи монет. Кстати, как раз здесь закупим с вами лошадей и обменяем все это мероприятие непосредственно на шматье, которое мы с вами добыли. Так, получим. 25. Очень мило. Ну, топорчик еще. Топорик заберите. А, ну все. Доги, мы получим денег чутка. И самое главное, получим еще лошадь. По итогу у нас сейчас с вами все равно 9 пехотинцев, к сожалению. Плюс людей на самом деле еще даже и не достает. Хотя вот одного можно взять. Этих, к сожалению, нельзя. Парни они, конечно, хорошие, все такое, но кавалерии они не станут. С другой стороны, опять же, стоит, возможно, обдумать свою стратегию, взять себе немножечко и пехоты, чтобы она в случае чего справлялась с какими-то, ну, скажем так, проблемками. В общем, стоит мне здесь покумерить перед следующей серией, потому что, ну, если я соберусь убивать лордов, римских лордов, я убить не смогу, даже если у них будет 10 человек, скорее всего. Ну, или это будет дико-дико сложно. В общем, надо подумать. Ну что ж, продолжим все это мероприятие в следующей серии, а текущая на этом подходит к концу. Ну, а перед тем, как мы закончим, хотелось бы передать отдельную благодарность моим подписчикам на Бусти. Ну что ж, а у меня на этом все, с вами был Кит, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok